Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Многие интересуются таким вопросом Необходимо ли использовать присадки в топливо? Есть присадки разные Допустим, поднимающее октановое число, поднимающее цитановое число, очищающее, сохраняющее Ну и всякие там даже ревитализанты Итак, друзья мои, давайте разбираться Давайте, друзья мои, для начала разделим два вида топлива Бензин и дизельное топливо В дизельное топливо присадки нужны, особенно зимой Если особенно вы заправляетесь на сомнительных заправках, чтобы у вас в мороз не прихватило топливо Каждый дизелист это знает Ну дизелист, я подразумеваю, человек, который ездит на дизельном автомобиле Вот типа меня, да, условно возьмем, я теперь тоже дизелист Так вот, друзья, конечно же, в зимний период времени, если мне приходится далеко куда-то ехать И я не совсем уверен, что заправка какая-то хорошая То лучше всего буду использовать обязательно проверенного бренда присадку Именно от незамерзания дизельного топлива Очищающие присадки я не признаю Я предпочитаю специальной промывки для топливной системы Которая используется отдельно от, скажем так, бака Топливо по-своему, а это по-своему То есть подключается специальная емкость именно с промывкой и промывается топливная система Я считаю, что это идеальный вариант И не признаю никакие присадки для очищения топливной системы, именно которые заливаются в бак Я об этом уже неоднократно говорил По какой причине? Да по причине того, что в баке тоже есть определенные отложения Если мы заливаем в бак какие-либо присадки очищающие То очищается, конечно же, и бак, и трубопровод, и вся эта грязь Кстати, в фильтре тоже разлагается эта грязь И все это направляется куда? Ну, конечно же, на форсунки И со временем, конечно, забивают Некоторые скажут, что да нет, я постоянно пользуюсь Друзья мои, пользуйтесь, как пользовались Это я высказал свое личное мнение Теперь, что касается бензиновых двигателей Стоит ли в бензин добавлять определенные присадки? Друзья мои, ну, в любом случае, любые октанно-поднимающие присадки Это не совсем хорошо Если у вас есть, допустим, катализатор в автомобиле Или лямбда-зонд Ну, разные автомобили Есть такие, у которых нет ни того, ни другого Но если есть, то любые присадки Тем более непонятного происхождения Они могут навредить Есть металлосодержащие присадки Есть, которые запрещены в Европе Но даже сейчас до сих пор еще некоторые производят их И добавляют такие, как тетраэтил-свинец Это очень такая жестокая присадка Которая убивает в хлам катализатор и лямбда-зонд Кстати, в большинстве случаев Выход из строя катализатора и лямбда-зонда Именно по причине того, что в топливе содержатся определенные присадки Именно октанно-поднимающие Которые содержат металл Ну, вот, друзья мои Насколько я знаю, что да, тетраэтил-свинец Он запрещен Но где, как, что добавляют Когда мы, допустим, выкручиваем свечи И смотрим на свечу И видно, как на ней налет Или, допустим, вытаскиваем лямбда-зонд Который вышел из строя И смотрим на него А он весь в металлизированном каком-то налете Такой коричневый налет Это вот как раз вот эти присадки Которые кто-то добавляет где-то Ну, видите, не везде так Чтобы выходили из строя сильно быстро Катализаторы и лямбда-зонды В некоторых регионах Там, где хороший бензин Там вообще не знают о проблеме этой Ну, а в некоторых, видите, вот так вот как бывает Что заправляются где-то на непонятной заправке А потом, естественно, вот такие проблемы То лямбда-зон, датчик кислорода вышел из строя То катализатор накрылся И такое бывает Так вот, друзья, я категорически против того Чтобы добавлять всевозможные октаноподымающие присадки Соответственно, в бензин Если вы хотите, чтобы у вас октановое число было выше Просто залейте бензина Добавьте бензина в свой бак Выше октановым числом Ну, если уж получилось так Что вы нарвались где-то на заправке Именно на некачественный бензин То есть на низкооктановый И у вас, к примеру, там цокотят пальцы в двигателе Ну, знаете, как это Когда низкооктановый бензин Детонация появляется Просто тогда заедьте Залейте сотый бензин Может, какое-то еще поболее октановое число есть Добавьте его Он смешается Если кто-то говорит, что бензины не смешиваются Ерунда Все бензины смешиваются Даже можете не сомневаться И таким образом выходите с этого положения Что касается, опять же, промывки Присадки, которые промывают Некоторые в бак добавляют Друзья мои, опять же Что касается дизельного автомобиля Что бензинового Я также отношусь к этим присадкам То есть негативно Если вы хотите помыть топливную систему Не нужно в бак ничего добавлять Покупайте специальную промывку Для промывки топливной системы Отключайте непосредственно насос Ваш бак полностью с топливом Подключайте специальный аппарат Или там самодельный С бутылки В интернете очень много Всевозможных этих приспособлений Я сам даже делал И показывал Как бензиновый мыть Как дизель мыть То есть это все делается элементарно И промываете свою топливную систему Это эффективно Это качественно И не надо изобретать велосипед Не надо ничего добавлять Опять же, чтобы эта вся грязь Потом не шла у вас На ваши форсунки Это мое отношение Непосредственно к присадкам Какие еще присадки Ну для бензина Некоторые там Для улучшения структуры Как-то молекул Друзья, это все Развод Это все ерунда Не обращайте на это внимание Заправляйте качественное топливо Старайтесь по крайней мере Заправлять качественное топливо И все И будет все хорошо С вашим двигателем Вы сейчас скажете А где же покупать Где заправлять качественное топливо Да не заправляйтесь Где-нибудь на периферийных заправках Не заправляйтесь На захолустных каких-то заправках Заправляйтесь на На нормальных брендованных заправках Там где заправляется Очень много автомобилей Которые идет поток постоянно И именно заправки Которых есть определенная сеть В вашей стране И все И тогда будет все в порядке С вашим двигателем И с вашей топливной системой Вот такое вот мое мнение По поводу топливных присадок Надеюсь, друзья, мой Этот видеоролик для вас Оказался полезным Если это так Ставим палец вверх Подписываемся на канал И не забываем Нажимать на колокольчик Чтобы не пропустить Следующее видео Будьте здоровы, дорогие друзья Задавайте почаще вопросы В комментариях Всем пока